А что там покупаете обычно, расскажите нам? Что подешевле? По пенсии. Луку пила дешевле, 27 рублей, 27, 64 что ли. Стыдно говорить даже, вот стесняюсь говорить, а приходится, ищешь где подешевле. А детей напрягать тоже, дети сами перебиваются, как, не знаю как. Макароны почем, например, дешевле, чем в обычной? Ну да, допустим, там меньше пальчика, допустим, половина, она стоит рублей 30, тут за эту 30 рублей, гречки, до рублей 20 она стоит вообще. А по качеству? Да по качеству нормально. Такое же все? Да. Качество не очень. Цена дешевая, но качество не очень, соответственно. Ужасное положение, у самой зарплаты 9 тысяч. Поэтому, как хочешь, так и выживай. Вот и стараемся покупать чуть подешевле. Мука, колбаса, все еще, дешевле, дешевле, и химия дешевле. Среди дачи не езжу, поэтому сюда приходится приезжать подешевле брать, вот только за это. Вот 50 рублей полкило куриного фарша, он отлично, и добавляешь свиной фарш, и все отлично. 100 рублей килограмм с кумбри. А так вот сколько? Ну, 150, кажется, 170. Вот салфетки, вот я беру салфетки, у меня инвалид лежит. Салфетки, они в магазине стоят 100 рублей, здесь 52 рубля. Разница есть? Ну, я сейчас на 400 рублей куплю. А что? Ну, что мне, чай взял, конфет взял, кофе взял. Ну, вот Ричард чай. Это, говорите, он стоит? 130, да. Вот конфеты тут наборные. Они обошлись 81 рубль. Ну, мне сказали, что дешевый магазин. Я первый раз. Ну, вообще дешевле значительно, чем в других магазинах. Так, пенсия невеликая, так, ну, значит, надо и на базаре ищем, и здесь ищем. Простая стрижка стоит 170, да? Женская идет, это с 1 июня у нас 170 стало, а так она 150 была до этого. Социальная, парикмахерская, поэтому это бабулечки, дедулечки, кто концы с концами едва сводит. Приходят, да? Ну, да, приходят. То есть, вы сел? Да, только присел, да. То есть, да, да, ноги, руки, спина отваливаются. Да, приходится ужиматься, на самом деле, так и есть. Приходится выбирать, где есть акции, где есть какие-то более дешевые продукты. Есть здесь какие-то гипермаркеты, одеваться в масс-маркетах, а не в каких-то брендованных магазинах. Да не знаю, вот ребенок у меня здесь что-то покупает себе без девушки какие-то. Ну, я считаю, что они одноразовые. Да что, все подряд здесь все нормально, вкусное все. Печенье очень вкусное, сухарики всякие, чай нормальный есть. Ну, вот такие вот кругляшки я покупаю, они 41 рубль в магните стоят, здесь 16. Большая разница. Абсолютно такие же? Ну, фирма немножко другая, но на вкус то же самое. Тут, в принципе, цена соответствует качеству, но такую цену нигде не найдешь. Но здесь везде и получше, и поддорожнее немножко. Вот какая цена здесь в таких магазинах? Всего? Да, самое дешевое. То есть вы их сможете проносить сколько? Ну, в сезон хотя бы. В сезон? Да. В следующем году в 300 тысяч. Ну да. Да. Каждый год новое? Да. Вы знаете, в основном мне все достается наследство от дочки. Приходится экономить. Ну, в основном на одежде. Бывает очень редко, конечно, хочется красивую одежду. И это где-то экономишь уже на еде. Потому что другая часть уходит на жилищно-коммунальные услуги. От зарплаты до зарплаты приходится вот так вот выживать.